На самом деле никакого галлоса не мая, на самом деле существует проблема, которая идет уже с 2000, началась в 2008 году, когда компания «Консоль» фактически бросила своих инвесторов на производящие и фактически заморозила все работы по недострою. В 2014-2015 году был сформирован на почти достроенном доме кооператив и люди за свои деньги закончили. Также остался четвертый дом, в котором были распроданы 25 квартир компании «Консоль» и фактически украденного инвесторов с исчезновением из Украины в связи с аннексией Крыма. И также были распроданы 50 парковочных мест в паркинге, которые тоже где-то процентов на 20-25 был процентов построен. Они попытались сделать подпорную стену со стороны стадиона и котельной, которая была построена. Подпорная стена ввалилась, вы можете все проехать туда, посмотреть остатки этой подпорной стены, она там скорее всего еще есть. Действительно, мы с большим трудом, учитывая, что стоимость около 30 миллионов, это подпорной стены, это как входной билет для строительства этого дома. Вы понимаете, это тяжелое время для города, финансовое. Тем не менее, мы провели переговоры где-то буквально в течение трех лет, искали инвестора, и мы нашли инвестора, который туда зашел, на сегодняшний день расчистил площадку, получил условия ограничения согласно зонингу на строительство многоэтажного дома. Он передаст 25 квартир баннутым инвесторам консоли в этом доме и 50 парковочных мест в паркинге, там, по-моему, на 300 или 400 мест. Собственно говоря, и все. Вся история. Подпорная стена, документы, как бы надо было собрать? Документы, вы знаете, было решение из полкома, вот, Майского, о назначении инженерной защиты территории заказчиком строительства подпорной стены за внебюджетные деньги. Можете посмотреть это решение там. С водоотведением, то слышали? Да, там тоже есть проект водоотведения, скважины, отвод воды и все. Там ничего сложного нету, просто деньги и время.